шалом дорогие друзья что шаулистарса был фарисеем до встречи с мессией еще это нам всем я предполагаю хорошо известно из нового завета если кому-то неизвестно то вот что он говорит само себе жизнь мою от юности моей которую сначала проводил я среди народа моего в иерусалиме знают все иудеи они издавна знают обо мне если захотят свидетельствовать что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению и вопрос который я хотел бы обсудить сегодня и вот в этой серии программ он такой остался ли шауль фарисеем после этой встречи мы знаем что эпизод на дамасской дороге описаны в девятой главе книги деяния апостолов радикально изменил его из гонителя учеников и шо он сам превратился в одного из них и не просто в рядового ученика а в шалеха то есть в послании комиссии в апостола но что насчет его иудаизма остался ли он иудеем претерпел ли его иудаизм какие-то изменения если он остался им остался он фарисеем и или же он полностью порвался иудаизмом вообще из фарисейства в частности и стал христианином большинство христиан считает что да разумеется как же иначе некоторые наоборот утверждают что он не имел никакого отношения к христианству и был фарисеем всю жизнь а не только до того как еще явился ему по дороге в дамаск кто же прав эти вопросы у нас могут возникнуть по той причине что в новом завете а перед нами предстают два очень разных павла в посланиях самого павла мы видим апостола язычников который пишет там разные вещи про закон моисеев очень режущие слух иудея их запросто все эти вещи можно услышать в средне статистической христианской церкви а вот книги деяния апостолов перед нами предстает ученик ешо который говорит о себе например такие слова я фарисей сын фарисея более того там шауль не просто делает какие-то вот такие заявления а еще и совершает ритуальное очищение в иерусалимском храме и два эти образа кажутся нам совершенно несовместимыми и возникает вопрос который же павел настоящий тот который в деяниях или тот который в посланиях фарисей сын фарисея или же тот который сказала себе что для чуждых закона я был как чуждый закона и который написал что всякое творение божье хорошо и ничто не предосудительно если принимается с благодарением он имел ввиду пищу и вот один американский автор поставил этот вопрос так ел ли павел свинину и от себя я добавлю а если ел то причмокивал ли в это время непредвзятый поиск ответа на эти вопросы оказывается делом непростым и трудности здесь несколько во первых сам павел на мой взгляд фигура очень непростая очень сложный человек объемный они плоские если так можно выразиться и не просто объемный а многогранный понять такого человека может быть нелегко и для для этого нужно на мой взгляд самому различать хотя бы пару оттенков серого они только черные и белые во вторых однозначно записать такого человека как шауль как павел в члены одной из двух религиозных общин на протяжении большей части своей истории как минимум недружественных друг по отношению к другу а зачастую даже враждующих друг с дело тоже очень непростое то что христианский стереотип фарисея очень негативный представление среднестатистического христианина фарисей это злейший враг господа нашего иисуса христа фарисей не может иметь с господом иисусом ничего общего и поэтому речь может идти если речь пойдет о фарисействе шауле то только до того как он уверовал вешу можно говорить другими словами с точки зрения обычного христианина только о фарисействе гонителя христиан но никак не о фарисействе павла проповедника евангелия и апостола то есть шауль и павел это два совершенно разных человека то есть после встречи с еще этот шауль изменился не просто радикально а до неузнаваемости вот примерно так думает среднестатистический православный католик и протестант однако мы с вами часто дело имеем с другими верующими прежде всего мы общаемся с христианами которые относятся к народу израиля по-христианским то есть их научили что еще был еврей что ранняя церковь была еврейская там или иудейская если угодно что библия написано евреями и иудеями и поэтому христианство в долгу перед иудеями с одной стороны а с другой стороны что церковь по большей части относилась к народу израиля совсем не по христиански то есть что церковь виновата перед евреями и научили их надо сказать в общем-то совершенно правильно но проблема теперь в том что любое преуменьшение иудаизма ранних учеников ешуа может быть очень легко истолковано как проявление еще не изжитого традиционного церковного антииудаизма не хочешь дескать даже и мысли допустить о том что павел был фарисеем всю свою жизнь а не только до явления ему мессии так ты брат просто антисемит уж прости вот но вот это так я тебе должен сказать я вам скажу на мой взгляд это пример порочной логики почему потому что если кто-то стал менее ревностным или менее активным иудеем это еще не означает что этот человек стал антисемит антисемитом или анти иудеем потому что между ревностным иудаизмом с одной стороны и анти иудаизмом с другой есть огромный спектр промежуточных отношений к иудаизму и не замечать этот спектр значит заниматься непозволительным на мой взгляд в нашем деле упрощенчеством другая группа христиан с которой мы имеем дело это мессианские евреи сами мессианские евреи конечно страшно обидится на меня за то что я вот сейчас записал их в христиане но речь вообще-то сейчас не об этом но и кстати среди евангельских христиан которым относится по имеющейся у нас статистике более девяносто восьми процентов израильских мессианских евреев есть очень много вполне достойных людей так что никаких поводов для обиды я тут в общем то не вижу но не важно так вот о чем речь речь о том что некоторые мессианские верующие изображают павла фарисеем для легитимации своих собственных попыток вести традиционный еврейский образ жизни они рассуждают примерно так а если сам павел оставался практикующим фарисеем всю свою жизнь то и нам еврейским ученикам еще нужно оставаться в лоне ортодоксального иудаизма который является прямым потомком фарисейского направления а если мы не родились в иудейской ортодоксии то надо бы начать хоть как-то двигаться в эту сторону а эта логика очень понятно а ведь все мы хотим отождествляться с теми кого рисуем на иконах ну конечно деревянных образов у мессианских евреев нет потому что они протестанты но в голове эти образа есть у всех без исключения как и свои святые есть у всех у католиков это франциск осийский и жанна дарк у православных свои у протестантов исторических протестантских конфессий это мартин лютер и жан кальвин у современных харизматов это смит вигглсворт орл робертс и канат хейген если говорить об усопших святых харизматических и так далее ну а мессианские святые это конечно же раввины уверовавшие в еще и оставшиеся в лоне иудаизма ну а главный покровитель всех мессианских святых это апостол яков брата господа руководивший иерусалимской общины шауль был конечно апостолом гоев но все равно он наш он еврей даже фарисей так что мы его вам товарищи христиане не отдадим вот мне кажется что примерно так рассуждают некоторые наши ревнители мессианского иудаизма и поэтому вопрос о том оставался ли павел фарисеем после явления ему мессии и шо очень непростой высокие ставки тут и это сильно затрудняет попытки подойти к делу непредвзято но мы все-таки попытаемся хорошая попытка в таком деле по моему должна начаться с проявления прояснения основных понятий которые мы обсуждаем например кто же такой собственно христианин и кто такой фарисей если на эти вопросы мы ответим более-менее грамотно то может быть сможем понять может на можно ли 1 время одновременно быть и христианином и фарисеем или никак нельзя начнем с понятия христианин для нас с вами христианин это обычно все таки не просто последователь христа а еще и человек имеющий отношение христианской церкви то есть он верует в три единого бога отца сына святого духа он состоит в той или иной христианской общине православной католической протестантской он встречается с единоверцами на богослужение минимум рождество и на пасху максимум каждую воскресную литургию и если говорить о евангельских христианах то на каждом воскресном собрании митинге так сказать а наиболее ревностно еще и дополнительные мероприятия посреди недели посещают а между тем изначально слово христианин означало просто-напросто последователь христа соответствующее греческое слово христианус впервые встречается в новом завете в книге деяния апостолов сначала в 11 главе где говорится о том что так впервые начали называться ученики ешуа в городе антиохия а затем 26 где царя гриппа говорит павлу что тот почти убедил его стать христианином относился ли этот термин изначально исключительно к неевреям уверовавшим в ешуа как иногда утверждают некоторые мессианские евреи тут можно было бы говорить так можно было бы говорить если бы мы знали что община а в антиохии была исключительно не еврейской но это община почти наверняка была смешанной в деяниях 11 главе сказано что ее основали кипряне и киринейцы значит текст соответствующий вы увидите сейчас на экране и хочется задать вопрос а что же это были за люди такие вот эти кипряне и киринейцы значит кипряне нам в деяниях называется например иудей иудей подчеркиваю по имени иосия вполне иудейское имя которому апостолы дали второе имя барнаба или в синодальном переводе это варнава он встречается на в 4 главе книги я не в 36 стихе то есть кипряне это обозначение не этноса не национальности а место рождения и киринейцы тоже уроженцы только другого места города кирена они представители особой этнической группы кирина была в ливии и ее не надо путать с киреней которая на кипре и из евангелия мы знаем о шим не например из кирены который нес крест ешуа в двадцать седьмой главе евангелия от матфея о нем написано шима имя тоже еврейское естественно как и иосия в день пятидесятницы когда на учеников ешуа сошел святой дух а в иерусалиме были люди из самых разных мест в том числе и из киринеи об этом можно почитать второе во второй главе деяний там были как иудеи так и прозелиты то есть язычники обратившиеся в иудаизм и в иерусалиме у них даже была своя синагога об этом вот тоже можете прочитать соответствующий стих из деяний 6 главы сейчас на экране и поэтому читая том что некоторые киприоты и киринейцы из рассеявшихся в результате гонения на иерусалимских учеников начали проповедовать эллинам они только иудеям мы понимаем что речь идет об иудеях диаспоры которые проповедовали грекам а не прозелитом то есть не грекам обратившимся в иудаизм а не обрезанным грекам в 13 главе мы читаем что среди учителей служивших в антиохийской общине были варнава он же иосия и шауль и таким образом антиохийская община была по-видимому смешанной как большинство ранних общин и соответственно христианами там назывались и иудеи то есть этнические евреи и прозелиты то есть обрезанные неевреи ставшие иудеями и не обрезанные верующие то есть верующие из язычников так что термин христианин или христианус принялся изначально ко всем подряд ученикам ешу они только к язычникам во вторых царь иудеи марк юлия гриппа второе которым говорится 26 главе книги деяний он был иудеем как собственно и положено царю иудеи поторе моисеева ведь в книге дворим то есть это законе сказано черным по белому что не можешь поставить над собой царем иноземца который не брат тебе этнический династия иродов происходило из идумеев или эдомитов но во втором веке до нашей эры иудейский царь их анан гиркан покорил их и заставил принять иудаизм это кстати был первый в истории еврейской истории пример насильственного обращения язычников я уточняю пример не того как христиане силой обращали евреев христианство то о чем мы привыкли слышать и по поводу чего привыкли возмущаться вполне справедливо а пример того как евреи силой обращали в свою религию неевреев но так или иначе царь агриппа второй который сказал павлу что тот хочет сделать его христианином был иудей то есть он применил этот термин к самому себе они грекам уверовавшим в ешуа и это еще одно доказательство того что изначально этот термин был совершенно не нагружен никакими этническими смыслами христианин это последователь мессии изначально и он мог быть как иудеем так и грекам так что шауль один из учителей антихийской общины при всем своем иудаизме вполне мог называться христианином конечно если он так называл себя то не с первого же дня после встречи с ешуа эта встреча у него произошла примерно в тридцать третьем тридцать четвертом годах нашей эры а в антиохе он появился примерно в сорок пятом или сорок шестом годах но так или иначе он там был уже после того как тамошние ученики начали называться христианами причем стал одним из учителей там и поэтому вполне возможно что и он тоже называл себя христианином о том мог ли фарисей уверовать ешуа и остаться фарисеем мы поговорим в следующей программе но не только об этом конечно спасибо вам и шалом до следующей встречи